Мы набрали много всяких моментов по механике и по выбору. Я хотел бы вам показать буквально по выбору позиций пару диаграмм, и мы закончим презентацию по двойной механике. То есть самое важное, что я вижу в двойной механике, что судьи должны быть активные. Нельзя брать статичность тройной механики и перенести ее в двойную. Больше мы должны выполнить работу центрального судей. И поэтому пару моментов я хотел бы вам показать. Теперь план А и план Б, про что мы говорили. Посмотрите внимательно на диаграмме, и я думаю, это будет понятно. Что если мы видим, видите, ведомый судья стоит, и он должен всегда быть, значит, пара игроков с мячом вверху, в топе, во второй зоне. Судья должен всегда видеть расстояние между игроками, видеть, судить защитника Б1 и знать, что делает нападающий. Это верная позиция. Верная позиция. Вот эта позиция относительно всего правильная. Теперь мы смотрим. Вот эта позиция называется по термин по-английски «Rot look» – «Refery Offender Defender». Судья, нападающий, защитник. Закрытый обзор. Он видит все в одну линию. То есть его задача увидеть, что происходит между Б2 и Б1, он не видит. Один из такой термин, что если судья видит номер на спине у нападающего, эта плохая позиция, нужно смещаться, сразу нужно смещаться, корректировать свою позицию. Теперь смотрите, план А, то, что мы говорили. Я услышал такой термин, и мне он понравился. То есть судья смещается немножко ниже от своей базовой позиции, низ к лицевой линии, и ищет пространство между игроками. Или, как мы говорили, план Б, когда судья входит в площадку, а пара с игроками уходит в боковую. Для чего? Чтобы увидеть, что делает защитник Б2. Потому что сместиться вниз, вот я курсором сюда, вот сюда на линию штрафа, это будет низко. Но в чем проблема этой позиции? Быстрый отрыв, и можно словить его на пятую точку. Это будет проблема. Но есть тоже такой вариант. Если вы одабриваете, и ваша позиция приносит вам хороший обзор и правильное решение, пользуйтесь этим. Ориентир – волейбольная линия. Волейбольная линия для плана Б – войти в площадку. Дальше нежелательно. В любом случае не стоит слишком заходить за волейбольную линию. Волейбольная разметка есть во многих спортивных залах. Вот мы смотрим теперь, если мяч уходит в четвертый квадрат. Посмотрите. То есть вот здесь принимает эту игру. Не нужно заходить, вот как мы на здесь диаграмме далеко. Вот наша позиция. Почему? Потому что ее принимает ведущий, эту игру. Б3 и А3 принимают пару ведущий. И зайдя за ось между кольцами, мы можем и быстрый отрыв пропустить, и не увидеть, что происходит в первом, в шестом, во втором, в пятом квадрате на вашей стороне. То есть получается, двое судей смотрят на мяч. Ведомый судья не должен проходить к ведущему и судить игру оттуда, потому что там уже есть ведущий. Исключения составляют чрезвычайные случаи. Игроки падают, ситуация драки, последние секунды. То есть уже нет подбора. То есть остается секунда до конца игры или четверти. Главное – угол, открытый обзор. Если у судей открытый обзор, английский термин, американский, значит он в золоте. Теперь мы берем ведущий судья. Буквально пару схем. Посмотрите, ведущий судья. Мы говорим. Помните, когда мяч на трехочковой линии? Я возьму курсор, курсор на виду. Часто у нас судьи стоят вот здесь на лицевой базе. Они видят, что делает защитник и где находится нападающий. Они как бы отсюда могут развернуть, смотреть на эту пару. Тогда они видят, что делают А5 и Б5. Вот тоже пропуск. Нужно стоять вот так, прямо близко к углу. У ведущего может быть игра центровых А5 и Б5. Понятно. Ну, в постели. У Б2 игрока могут играть. И мяч на трехочковой. А3 и Б3. Оба действия находятся в первичной зоне ответственности ведущего судьи только. Два действия, но очень важные. Могут быть заснуваны. Да, могут. Посмотрите, судья должен занимать такую позицию, чтобы открытый обзор сохранить. Плечи должны быть развернуты так, чтобы быть открытым ко всем краям площадки. Условно, но ориентир. Когда судья может видеть все и судить игру. Судья должен быть снаружи, а не внутри, относительно игры с мячом. Судить эпизод и иметь представление, что будет происходить дальше на заслоне. Большой может поставить заслон игроку с мячом. И поэтому судья должен использовать ситуацию. Он должен уйти вот в эту позицию, которую мы говорили раньше. Вот в эту позицию. То есть он должен судить от заслона в трехсекундную зону. То есть судить, что происходит на мяче, и потом игра в трехсекундной зоне. То есть я сужу мяч, потом вижу, что происходит на заслоне, и потом, соответственно, прохожу дальше. То есть вот эти действия, когда мы закрыты, мы не видим, что происходит. Нужно смещаться в угол площадки. Не должен использовать рентген, судить за слон, и потом проход корзины. Хорошо, коллеги, мы как бы будем...